Приветствую вас. Я совершенно очевидно вижу здесь у вас несколько проблем. Проблема первая заключается в том, что не совсем понятно, на каких основаниях вы общаетесь в отношении, то есть что вас объединяет, какие у вас отношения, какой контекст, почему вы общаетесь по переписке в течение года, обращение или это на расстоянии, или это живые отношения со встречами. Дальше, что касается романтики, здесь в принципе то же самое, то есть если вы на расстоянии, романтик так и значит один на нет, если вы встречаетесь, романтик тоже может один на нет, но там я достаточно просто-просто возродить. Дальше, в каком контексте проходит ваше общение, то есть о чем вы общаетесь, что вы общаетесь, что у вас общего, какие у вас интересы. Соответственно, есть ли у вас что-то общее. Дальше, для чего вы начали проявлять инициацию, с какой целью. Вы пишите, что написано на сообщение, как дела, как дела, какие дела. Это слишком общая достаточно фразы и мужчина ответил на нее также достаточно общая, то есть, ну, все здесь в принципе в порядке. Следующий важный момент. Чем вас выводит с себя эта ситуация? Ну, конкретно, чем она выводит вас с себя? Вот, вот. Это очень важный момент здесь. Вы говорите прям до слез, вот, но что именно доводит вас до слез, понимаете? Так. Конкретно. И у меня нет ощущения, да, что вы хотите разобраться в том, что между вами происходит. Понимаете? Вот. Это очень важный момент. Вы сразу хотите отношения прерывать, не особо разобраться в том, что вообще произошло. Да? Вот. Ну, вот так вот, в принципе. То есть, первое, что вы чувствуете к мужчине, с которым у вас отношения, что вас объединяет, что вас связывает, в каком контексте у вас протекает общение. И второе, и второе, это вот, что выводит вас до слез. Вот. Это очень важный момент. Соответственно, отвечая на эти вопросы, можно уже будет понимать более четко, что можно сделать, что можно корректировать, поправить, изменить, если вы хотите, хотите. Вот. Ну, любые отношения, в принципе, можно гармонизировать. Вот. Любые отношения можно гармонизировать. Абсолютно любые. При желании. В общем, момент здесь вот такой. И ответ на ваш вопрос, почему вас это так ранит, можно даже разный. Вы боитесь человека потерять. Вопрос в том, из-за чего. Чтобы, как сказал мой коллега, не обратились ожидания ваши. И, вероятно, есть некие ассоциативные чувства, которые вы начинаете переживать в текущей ситуации. То есть, находясь в текущей ситуации, вы переживаете эмоции, не связанные с этой ситуацией, а связанные с другой ситуацией. Вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Продолжение следует.